Система организаций труда в России просто программирует приток сюда мигрантов. Особенно это справедливо для Москвы, где диспропорция цен самая высокая, и, соответственно, маленькое количество людей готовы наниматься на те гроши, которым платят приезжим. От того, что сейчас перетряхнуть все рынки, выдворить какую-то часть нелегальных мигрантов, ничего не изменится. Пройдет 2-3 месяца, приедут новые. Максимум, что можно достичь, и что, я думаю, сейчас и происходит, это устроить передел собственности. Сейчас одни кавказцы владели этими самыми рынками, завтра будут другие кавказцы, которые будут владеть этими рынками, или это будут делать чиновники московской мэрии или силовых структур. Ничего другого от этого не поменяется. У нашей партии, например, у меня как у депутата, есть совершенно конкретное предложение, которое мы давно выносили в Государственную Думу, и которое регулярно Единая Россия блокирует. Мы говорим, давайте перейдем на почасовой режим оплаты труда. У нас сейчас зафиксирован минимальный размер оплаты труда месячный, то есть мы защищаем месячный длинный контракт. Большая часть работ, которые выполняют вот эти самые гастарбайтеры, они носят по временной почасовой характер, будь то строительные работы, или будь то уборка улиц, или консьержки дома, платить им по часам, и тогда они станут неконкурентоспособными по сравнению с нашими собственными жителями города, которые могут выполнять все те же самые работы. И эта проблема начнет решаться сама собой.